Наступление на Ленинград началось сразу же летом 41-го. Советские солдаты оказывали врагу ожесточенное сопротивление, но к августу все железные дороги, связывающие город со страной, были перерезаны. 8 сентября немцами был захвачен Шлиссельбург. Кольцо блокады замкнулось. Некоторые участники акции «Салют Победе» помнят те страшные годы. Остались они как живые в далеком и близком краю. Не рвите цветы полевые, где пали солдаты в бою. Любить эти парни хотели, рассветы над речкой встречать, но песен своих не допели. Поет о них Родина-Мать. О них мы слагаем легенды. Отчизну они сберегли. Солдатам Великой Победы наш низкий поклон до земли. Немцы получили приказ стереть Ленинград с лица земли, а всех защитников города уничтожить. В Кольце оставалось почти 3 миллиона жителей. Войска вермахта разрушили продовольственные склады. Город полностью оказался лишенным запасов продуктов. Во время блокады на город сбросили не менее сотни тысяч бомб и около 150 тысяч снарядов. За 900 дней в Ленинграде погибло почти миллион человек, но люди не сдавались, а верили в скорое освобождение. 27 января 44 года кольцо блокады было разорвано. Участники акции «Салют Победе» уверены, что такие мероприятия необходимо проводить, а историю своего отечества нужно помнить. Такие мероприятия важно проводить для того, чтобы поднимать уровень патриотизма среди молодежи, чтобы дети помнили о великом подвиге и кто им подарил жизнь. Это память о наших погибших прадедах и прабабушках. И это важно знать, потому что если мы не будем помнить, то такие страшные войны будут повторяться. Это необходимо знать, это необходимо помнить и нужно также поднимать уровень патриотизма. Главная цель третьего этапа эстафеты «Салют Победе» напомнит жителям района о подвиге защитников осажденного Ленинграда, города, который не сдался врагу. Я тоже хочу пожелать всей молодежи, чтобы она не видела такого горя, такого несчастья, как видели мы, холод, голод и все подобное. Здоровья и несчастья в жизни. Сейчас очень рад, спасибо большое, организовали такое дело. Особенно чай. Прекрасно, хорошо. Для пожилых людей это горяченький напиток. Хорошо. Спасибо вам большое. Винтовку Мосина и армейскую каску сменили новые символы. Репродуктор времен Великой Отечественной войны, благодаря которому жители Ленинграда получали сводки с фронта и значок с изображением блокадной ласточки. Ласточка выбрана именно потому, что фашисты говорили, даже птица не вылетит из блокадного Ленинграда. Но ленинградцы верили и носили этот символ у себя на груди. Символ того, что добрые вести вот-вот прилетят в этот город. До конца недели символы эстафеты, салют победе пробудут в Кубинке. В школах поселения запланированы патриотические мероприятия. Уроки мужества, встречи с блокадниками и участниками патриотических объединений. Дарья Судягина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.